Итак, еще раз добрый вечер, еще раз для тех, кто с нами уже целый час на бизнес-канале, на бизнес-канале. Кто присоединился сейчас, значит, тогда вновь добрый вечер, сухой остаток. В эфире Финам.ФМ я, Олег Дмитриев. Сегодня пятница, и мы традиционно в этот день подводим финансовые итоги недели. Делаем мы это сегодня в тесной компании с Андреем Верниковым, заместителем генерального директора по инвестиционному анализу Церих Capital Management. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И в гостях еще Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инвестиционной компании «Велес Капитал». Добрый вечер, Василий. Здравствуйте. Значит, уважаемые слушатели, телефон тот же 6510-99,6, код Москвы 495. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Также сайт компании, вы его знаете, финам.ФМ. Вы можете писать, задавать свои вопросы или делиться собственным мнением на этот счет. Итак, подводим финансовые итоги недели. Но предварительно в это время, 18.05 в Москве, я быстренько нарисую картину маслом, что происходит сейчас на основных финансовых площадках. Ну что ж, наши сегодня индикаторы падают. РТС теряет 0,7%, ММВБ 0,6%, 1577 РТС и 1509 ММВБ. Далее, далее, далее. Европа, ну вот в лице FTSE 100, сегодня практически у нуля торгуется. Динамика небольшая, повышательная. Вчера американцы закрылись разонаправленно, ну практически тоже у нуля. Нефть марки Brent стоит выше 117 и особо не движется. А золото буквально сорвалось с катушек несколько, некоторое время назад, час-полтора назад. И уже подходит к 1610 за унцию. Индикатор валютного рынка евро-доллар 1.33. То есть, снижение какое-то у нас сегодня было с утра. Сейчас вот поддержку вроде как-то нащупало оно. Ну а про доллар-иена, наверное, стоит сказать. Иена укрепляется несколько, 92,7 текущая котировка. И основной набор голубых фишек сегодня в основном красным окрашен. Газпром теряет полпроцента. Я подчеркиваю. Подчеркиваю, Андрей, я подчеркиваю. Для тебя. Значит, ВТБ падает больше процента. Сбербанк падает на полтора процента. Смотрите, к 105 уже практически он приближается. И лучший рынок Аэрофлот. Три с лишним процента он сегодня сделал. Северсталь, правда, обычка тоже почти 2 процента. Все остальное красненькое. Вот такова картина маслом. И, значит, мы начинаем разговор. Подводим финансовые итоги. Еще раз напомню. Ну и, наверное, я бы отметил, ну, или предложил, да, основные темы для этого разговора. Вот я себе тут выписал. Значит, сегодня начался саммит большой двадцатки. И там уже какие-то, да, какие-то кулуарные пошли трения. Мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Дальше сегодня красный день календаря на бирже, на московской бирже. Да, сегодня она начала торговать собственными бумагами. И где-то я днем сегодня видел в Фейсбуке, выложили график, график. То есть первый день, дневная свечка. Ну, она такая была еще не закрытая, естественно, но забавная. Черненькая была свечка. И не хочется быть желтым. Ну, я имею в виду пресса желтая, да. И, естественно, все наиболее такие спекулятивные какие-то новости. Но, наверное, не стоит и нам с вами в сухом остатке обойти вниманием это важное событие сегодняшнего дня. Это то, что в Череповце упал метеорит. Ну, об этом не будем говорить. Просто отметились мы тоже. Потому что все сегодня, какую бы программу я сегодня не смотрел, по телевидению ничего не читал, значит, в прессе обязательно нужно сказать. Видимо, это такой хороший тон. Все. Теоретики забыли. И теперь начинаем разговаривать. Андрюш, с тебя я начну. Вот, означенные мною, как минимум, события. У тебя наверняка и других важных событий огромное количество. Что происходит? Ну, что надо сказать, дорогие друзья. Ну, вот у нас в этом, как бы на этой неделе все-таки сектор финансов показал положительное закрытие. Так же, как потребсектор. Но я вам скажу честно, все кончено. Так, значит... Ты как всегда, да? Здравие и за упокой потом. Что, значит, есть два сценария. Вот то, что прошло, это уже никому не интересно. Лучше сразу прийти к следующей неделе. Ну, хорошо, давай так, давай. Значит, у меня был сон, что индекс МВБ дотягнет отметки 1490. Все ждут на 1480. А у меня был сон, что это будет локальный минимум. Оттуда мы пойдем наверх. Почему этот был сон? Я посмотрел на динамику бразильской Бовеспы, которая буквально сейчас, вот, 4 недели подряд падала камнем. Сейчас подошла к 57500, 57800. Там сильная поддержка. И на индийский фондовый рынок забыл, как называется индекс. Просто забыл. Ну, и ничего страшного. Да, и, в общем, мне кажется, что и MSI, и Эмиджин, и вообще возрастающие рынки могут на следующей неделе в начале, по крайней мере, показать позитивную динамику. Ну, то есть они нащупают, вот, в частности, 1490 МВБ нащупают, да, и начнет расти. Да, вот мне так кажется, ну, локально. Но вообще есть большой вопрос, если более глобально. Либо 1480 на МВБ остановка и дальше уверенный рост. Да. Либо 1480 пробиваем, Сбербанк сотню пробиваем. Да. И ползем медленно на кладбище, все. Ну, мы, думаю, немедленно, да, очень даже быстро. Мне понравилось, на самом деле, упоминание твое о том, что ты все это дело видишь во сне. Если вообще говорить о том, что этот сон кошмарный, да, то, видимо, ты что-то съел накануне. Поэтому будь аккуратней, пожалуйста, прием им пищи. Давай, Вась, ты как думаешь? Ну, собственно, я считаю, что коррекция, конечно, еще пока не закончилась. И тут все-таки смотреть надо больше сейчас на S&P. Потому что если мы посмотрим, что происходило на Emerging Markets, что происходило в Европе. В общем-то, коррекция началась там. Американцев она пока никак не затронула практически. Никак, да. Вот они стоят на хаях просто. Да, стоят на хаях, что, в общем, не очень понятно, не очень нормально, если судить по прошлой динамике, скажем, последних нескольких лет. Можно посмотреть на индекс волатильности ВИКС по S&P. Он на абсолютных минимумах для ситуации, начиная где-то с 2007 года. С другой стороны, если мы посмотрим более длинную историю, в принципе, 2005-2007 год, достаточно позитивные годы для американского рынка, вообще в целом для фондового рынка, там был ниже. То есть сейчас где-то 12,6, там до 10 он доходил. В принципе, о чем говорит нынешний уровень индекса волатильности, он говорит о очень высокой уверенности инвесторов именно в долгосрочном плане. То есть вот снижение, скажем, до 10 будет говорить о том, что сейчас покупают уже с целью двух-трехлетней. То есть на 2-3 года очень массовый вход. То, что растут в последний месяц, может, чуть больше ставки по облигациям, показатель того, что перекладываются уже в акции. В принципе, глобально, если смотреть на действительно двухлетнем, скажем, интервале в будущее, то, вероятно, все самое худшее для американского рынка и для американской экономики, ну, в общем... Уже позади. Ну, если не позади, но ничего настолько серьезного, настолько серьезных и опасных событий, какие происходили в 2011-2012 году, уже не будет. Несмотря на предстоящий секвестр бюджета, мы раньше говорили об этом, ну, они затянули это, сначала повысили налоги, теперь немножко урежут бюджет. Тем не менее, уверенность очень высокая в темпах роста. Понятно, почему на этом фоне европейцы падают, потому что они в цикле отстают где-то на около года. Ну, соответственно, собственно, по прогнозам мы видим, что европейская экономика до конца года не будет каких-то серьезных темпов просто показывать. Почему, собственно, на российском рынке можно ждать коррекцию? Тут, скорее, вопрос не фундаментальный, а технических факторов, потому что, опять же, смотрим на тот же S&P, видим, что там МАК тоже развернулся, то есть, рост все-таки притормозился. Смотрим на тот же ВИКС, он совсем на минимумах, и пора бы хоть небольшую коррекцию нам показать. Смотрим на нефть, видим, что там разворот конкретный начался, позиции спекулянтов очень высокие, длинные. Это обычно тоже показатель того, что может быть неплохая коррекция. Плюс, если смотрим на российский рынок, Газпром, который все сливают, и вот я, в отличие от коллеги, не верю в Газпром в ближайший год, но никак. Все как оказалось. Просто потому что ничего хорошего Газпром не ждет в ближайшем будущем. Ну, об этом можно поговорить дополнительно. Да, обязательно, обязательно. У меня уже, на самом деле, Валтка заиграет. Я вижу, да, ты уже готов в бой. Что еще можно дополнительно сказать? Тот же финансовый сектор, тут я с коллегой согласен, что действительно там все закончилось. Рост Сбербанка в последнее время, это похоже, что просто выносили шартистов. Теперь шартисты закончились, теперь можно и падать. 130, да, 130, это где-то я там читал. Ну, это может в каком-то отдаленном будущем, но не сейчас. То есть, такие вот тяжелые бумаги, как Сбербанк и Газпром, вполне способны утащить индекс вниз на фоне Америки, на фоне падающей нефти. В общем, коррекция вполне, вполне реальна. Вполне назрела. Забудьте все, что я говорил до этого. Почему? Теперь мы переграем по-другому. По стандарту, 1520, согласен с коллегой, 1550, где у нас были большие проблемы несколько лет назад, ну, там, в каком году. И сейчас про кого говоришь, 1520? Стандарт 500, американский, да. Ну, 520, вот он стоит уже. Да, но мне просто непонятно, вот, единственное, назрела коррекция, вот, мы вот, надо часы сверить, часики. Что такое коррекция, в вашем понимании? Это 10%, 5%. А что касается СНП, то я не жду какой-то очень серьезный. Друзья мои, а я вот сейчас вас прерву, потому что мы новости слушаем на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, Андрей Верникова, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Капитал Менеджмент. Зовут Андрей Верников. И с нами еще Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инвестиционной компании Велес Капитал. А у нас на связи Матвей, давайте его послушаем, чтобы не держать. Матвей, добрый вечер, вы в эфире говорите. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я сижу, слушаю вот сейчас вашу передачу, она такая унылая, мне прям стыдно. Зачем вы нужны? Выключайте уже поскорее себя, до свидания. Хорошо, спасибо. Вот, видишь, а ты говоришь весело у нас. Она, оказывается, уныла. Ну, Матвею показалось. Я хотел про задчиков-бегачков, по материалу. Не, не надо, не надо. А вы меня отдернули, поэтому я получил. Я просто, помните, закончили последний блок, вот хотел спросить коллегу, что такое коррекция. Вот, процента. На российском рынке, конечно, меня интересует. Сейчас он тебе про Фибоначчи расскажет, вы узнаете, что такое коррекция. Ну, хотя бы порядок, потому что, вот, я сказал 1480. Где у вас график? А, МВБ, я с собой не взял, у меня в голове. У меня есть Амикс, Сойл Индекс, вот, нефтяные компании американские, вот. Ну, давайте, давайте, давайте. Ну, что, просто процент. Ну, исходя из того, что по США, я полагаю, что где-то порядка 7% это, наверное, максимум в нынешних условиях. У бета российского рынка процентов 10 тоже максимум. То есть, это именно коррекция, это не падающий тренд. Все, ты получил ответ, Андрюш? Да, все нормально, все нормально. Значит, давайте вернемся к тому, с чего я начал. Саммит начался, саммит большой двадцатки, вот как. Там собрались люди, сильные мира сего, и они чего-то обсуждают. Вот, давайте, два слова буквально расскажите по поводу того, чего они обсуждают и какие ожидания в связи с этим. Ну, и, наверное, тема валютных войн все-таки нас больше всего, наверное, будет сейчас занимать. Давай все. Ну, понятно, что тема валютных войн всех беспокоит, но, что касается фондового рынка и заседаний G20, мы никогда не видели серьезного эффекта для фондового рынка в результате этих заседаний. Все решения, как бы, нет никаких конкретных решений, есть просто обсуждение. Что касается валютных войн, впечатление такое, что, как бы, кто бы не говорил о том, что нельзя этого допустить ни в коем случае, все равно большинство стран будет постепенно стараться ослабить собственные валюты. То есть для Японии это жизненно необходимо, для европейцев они этого не делают только по собственной глупости. Такое впечатление создается, потому что, ну, как бы, есть Германия, для которой это, в общем, не очень выгодно, но тем самым они себя просто загоняют в рецессию на лишний год фактически. Что касается американцев, да, им это, в общем, не очень нужно, но, с другой стороны, КУЕ они не отменят. Конечно. Сами же и придумали причем. По поводу валютных войн. Хотелось бы отметить такой моральный аспект, что сейчас все собрались, как бы, осуждать поджигателя главного Японии, валютных войн. Тем не менее, вот и Китай долгое время свою валюту сдерживал, и Индия. И вообще внутри этой группы стран нету консенсуса, вот буквально на этой неделе США там одно лицо заявило о том, что поддерживают усилия Японии по выходу из кризиса. То есть вот эти усилия, да, которые сейчас... Да, какие они еще усилия до выборов и после выборов. Поэтому что-то, что они решили такое конкретное, после чего мы видели сильно, там, придем в понедельник, сильно заменят там доллар и иены, я что-то сомневаюсь очень сильно. Я понял. То есть, в принципе, если говорить о доллар и иены непосредственно, да, то текущая динамика продолжится, да, и, соответственно, увидим там и 93 опять, да, и 95. Не, ну тут проблема с индексом Nikkei, что он дошел до максимума 2010 года. Да. Да, и вот просто может быть и коррекция японского рынка на это новость. Понял, понял. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, о торгах акциями Московской биржи мы уже сказали, собственно, наверное. Добавить больше нечего, особенно, да, первый день, праздничный день календарь. Ну, а теперь давайте, собственно, к нашим замечательным идеям. Вот идеи, связанные с Газпромом, вопросы уже пошли, но они традиционные. Вот мне понравилось. Позиции полярны, очевидно, да, Василий смотрит в одну сторону, Андрей смотрит в другую. Озвучь, пожалуйста, еще за эфиром ты начал страшную новость сообщил. А, да, вот слушайте меня, человек, который закрыл прошлый год с доходом 26,5%, это все публично, январь закрыл 2%, тоже все это публично, между прочим. Сейчас мы начинаем покупать Газпром. Я сейчас не шучу, мы купили его по 134, ну, немножечко, да, вот, и понимаем, что технически есть вариант, что он сходит на 125. Мы это видим на графике. Будете усредняться? Не, мы как усредняться, это убыточный, мы просто будем формировать позицию, среднюю позицию. Я понял. Ну, тут по 125 еще будете брать? Вот, если пойдет вниз, то. Да, будем брать, да, потому что вот если из того списка дивидендных акций, там, МТС, Сургут, в общем, мне нравится Газпром. Хотя я вижу весь негатив, который на него льется там, ну, что делать? Ну, смотри, вот, что касается негатива, я думаю, сейчас Василий этот негатив распишет нам, а почему тебе нравится Газпром-то, почему? На эмоциональном уровне? Ну, во-первых, как технику, значит, вот видели, какая ситуация была на Сбере, когда буквально на вчерашнем шипе выбили всех, как бы любители коротких позиций. Ну, да. Ну, да. Ну, такой небольшой подъемчик будет, я так думаю, да. После чего пойдет такая вторая волна снижения, вот, ну, вот, может быть, 125, может быть, не дойдет, я не знаю, что будет, я не Кассандра. Вот на ней мы будем покупать. Ну, на вопрос ты мне так и не ответил. А, с технической точки зрения. Технической, с того списка дивидендных бумаг, которые я вижу, он тебе ближе. Да, ближе, ближе, понятно. Вася, в конце концов 8 рублей на акцию при цене в 125, это сколько у нас получится? Процентов 7 доходность, может, даже меньше, чем плохо в этой ситуации Превсургут, скажем, у которого нет такого давления, хотя бы чисто психологического, тем более экономического макро. А тут другой вопрос, если чистый технический подход, то, ну, а какова цель? Я опять не, Кассандр, будет сигнал какой-то, да, я могу что-то сказать. Цель такая, сбросить в апреле. Почему в апреле? Потому что в мае все падает. Потому что в том году не успели сбросить, пошла коррекция раньше, так сказать, чем мы предполагали, ну, многие предполагали. В этом году тоже надо быть настроенными. А, кстати, вот я забыл сказать, вот, насчет секущей ситуации. Последние три года ситуация один в один. Неделя, вот, ну, 10 дней, с 6 по 16 февраля, она негативна до фондового рынка. С 6 по 16 февраля? Да, то есть мы идем по этим старым лекалам. Так. Я понял. Ну, я бы скорее говорил все-таки о более долгосрочных целях по Газпрому. Потому что купить сейчас, чтобы продать в апреле и заработать на этом 5 или 10 процентов, можно купить фьючерс на РТС с таким же успехом и заработать больше. Тем более с большим плечом. Что касается ситуации в целом глобально по Газпрому, что мы видим? Мы видим вероятный пересмотр контрактов, которые подошли к концу. В 2013 году очень много, очень значительная часть контрактов будет пересмотрена, долгосрочных. Соответственно, будет очень сильное давление на Газпром по поводу перехода на спотовые цены. Мы видим, что Газпром теряет долю рынка внутреннего. Да, было заседание комиссии ПАТЭФ, в ходе которого сказали, что будут либерализировать СПГ рынок. Это, в принципе, позитивно для Газпрома, просто потому, что какая-то избыточная часть газа уйдет с внутреннего рынка и не будет конкурировать на европейском рынке. Но, тем не менее, это достаточно долгосрочно. А при этом Роснефть уже через 3 года собирается добывать 100 миллиардов кубометров. На Латэк собирается добывать тоже порядка 100 миллиардов кубометров. Соответственно, Газпром вытесняется из внутреннего рынка. На внешнем рынке мы видим медленную Европу с точки зрения экономики. Даже если там будет восстановление в 2013 году, она будет очень медленным. Скорее всего, не будет еще восстановления. Никаких перспектив. Никаких перспектив. Если говорить о дивидендной истории, конечно, если бы они сейчас перешли на выплату по МСФО, или хотя бы сказали, что они по 2013 году заплатят по МСФО, было бы еще о чем говорить. Потому что получалось бы рублей 12 на акцию, это уже там 10%, действительно уже привлекательно. Но заявление было только с 2014 года. Ну, может быть, в конце 2013 года действительно туда кто-то будет заходить. Именно на истории дивидендов 12 рублей на акцию и 120. Хорошая цена, чтобы туда зайти по 10%. Да, Газпром очень дешевый, но перспективы тоже очень негативные. Блестящие перспективы. Вот я хочу сказать, что товарищи пассажиры садились в Сургуты уже начиная с лета этого года. Да, и как бы вот такая идея, что под МСФО покажет большой кэш, пересмотр инвестдома. То, вы понимаете, он даже не корректируется. Что сейчас заходить, когда он вырос? Другое дело Газпром. Все плохое. Падение экспорта минус 8%. Все плохое уже в цене. Так что прыжок дохлой кошки, все нормально. Я далеко не уверен, что все плохое в цене. Давайте встретимся с вами. Вот подаете нас в следующий раз? Естественно. Вот зафиксировали, да, 134 я купил, вот все. Спасибо. Нет, ты начал сегодняшний разговор того, что сейчас ты громогласно объявишь о покупке Газпрома, и больше тебя сюда уже никто не позовет. Потому что таких аналитиков нам не надо. Ну, только хочу зафиксировать, что я говорю о перспективах годовых, вы говорите о том, чтобы продать в апреле. В апреле, да. Причем забавно. Я сейчас покупаю, продаю в апреле, зарабатываю в 10%. Я так думаю, я не знаю, что будет через два года, просто не знаю. У вас такая уверенность, что мы в 2005 году вернулись? Ну, почему? Это не уверенность, но это некий сценарий, некое предположение. У меня такое нет уверенности уже в 2005 году. Ну, друзья мои, как бы то ни было, да, позиции-то озвучены, и это всегда, это всегда достойно. Потому что это вот мужской поступок такой, видите, Андреев сейчас вовсе, как это, да, на аудиторию, да, вовсе услышание заявляет. От товарища отключился от радио, да, мне скучно, раз и выключил, и тут пошло весело. Он хотел, чтобы мы выключили, понимаешь, ну, собственно, наоборот. Ладно, мы сейчас вновь слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем, продолжаем. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу целей капитал-менеджмента. И Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций и инвестиционной компании «Велес Капитал». Ну, так уж случилось, что мы сразу же сегодня отвечаем на вопросы. Картину маслом быстренько как-то мы сегодня обсудили. Вот, и вопросы, ну, касаемо банковского сектора, в целом, голубых фишек, вот, по Сберу и по ВТБ есть интерес у наших слушателей. Анна, Рюш, давай с тебя. Значит, на что хотел сказать. Вот у нас был 15-16 сентября, когда ЦБ поднял ставку недостаточно неожиданно. В этот момент Сбербанк был на уровне 93,5. В общем, как бы графики исторические показывают, что это такая точка, к которой мы будем возвращаться время от времени. Вот, другой момент, что в четвертом квартале наши денежные власти приняли такое постановление, значит, о сдерживании темпов кредитования банков. В общем, направленное, да. То есть они хотят 25% и не больше при росте кредитования сделать. Да, это все будет, в принципе, на прибыль банков оказывать негативное влияние. Вот, так что, конечно, радует то, что рост был акций ВТБ немеренный. Вот, на этой неделе, на новостях, что суверенный фонд Катары будет покупать ВТБ, да, пакет, да. Но я думаю, что это ненадолго и достаточно скептично. Вот, тем более, если мы посмотрим на американские банки, они очень сильно разогреты. Вот на индекс у меня вот есть американские банки. Если там пойдет коррекция, которую вот мы вместе вдвоем ждем, то я думаю, что и Сбербанку мало не покажется. Вот так. Так что я бы лично не покупаю Сбербанку. Я понял. Ну, хорошо, вот 105. Кстати, падение сейчас не возобновилось, наверное, усилилось падение Сбербанка. 100 рублей. Я даю зуб 100 рублей. 100 больше, да? Нет, вот ты говорил о том, что, да, если что-то, то мало не покажется. А сколько покажется? 93? 23,5. Если мы стольник пробьем, не дай бог, то, конечно, 93,5 пойдем. 93,5. Мне как-то в моменте не верится. В моменте всегда не верится. Ну, это понятно. Поживем, увидим, что называется. Ну, если говорить о краткосрочных перспективах, то, да, 100 рублей хорошая цель. Хорошая цель. Хорошая цель, чтобы покупать, правильно? Да, да, чтобы покупать. Что касается ВТБ, тоже я соглашусь в целом с коллегой, что пока что это чисто слухи. Движение не слишком оправданное. Чистая спекуляция. Ну, судя по всему, да, оно уже, движение-то и отыгранное, потому что он корректируется уже второй день, да? Я понял. Хорошо. О золоте. О золоте традиционные ежедневные вопросы. Ну, и потом я еще раз повторю. Золото такая интересная какая-то штуковина. Непонятно вообще, как оно ходит и по каким причинам оно ходит. И сегодня обновили минимумы. Значит, в моменте, сейчас я смотрю на спотовый рынок, и в моменте мы сегодня пощупали 1610 за унцию. Вот вам, пожалуйста. Пошел отскок сейчас, правда, такой агрессивный. Чего, Андрей, давай. Мне понравилась одна мысль на Market Watch. Я прочел о том, что вот золото падает, потому что в Китае все закрыто. Китайцы не покупают золото, а жены. Ну, вполне может быть. Ну, в Индии-то точно. Если те вдруг, да, не... А если серьезно, вот я думаю, что после 11 лет роста, ну, я, собственно, это уже высказывал, золото. Я думаю, что будет в этом году момент, когда золото снизится ниже ключевого уровня 1550 за унцию. Как бы выбьют, так цинично выбьют всех, так сказать. Тех, кто покупал, да? Да, и спокойно пойдет наверх. Это мое частное мнение. Я понял. Не, ну, главное, выбьет, не выбьет. Это ладно, да, но я так понимаю, что 1550 и потом наверх. Это мое частное мнение. Нет, ну, там хорошая поддержка, кстати. Вась. Ну, я, опять же, в более долгосрочном плане, учитывая то, что мой сценарий, это то, что сейчас что-то вроде 2005 года для США, и что идет перекладывание средств в рисковые активы, в том числе в акции из облигаций. Золото традиционный защитный актив, хотя бы поэтому, ну, слишком серьезного движения вверх, вот, в ближайший год-два, то есть я бы сказал, что сейчас скорее боковик, просто потому что все-таки продолжается печатание денег, поэтому серьезной коррекции тоже дальше не будет. Вот, 1550, да, в хорошем уровне, в принципе, да. Ну, до него еще, слава богу, все-таки 50 долларов на унцию, вот, ну, да, да. Хорошо, хорошо. Давайте тогда поговорим о, в целом, о сырьевых рынках, ну, я не знаю, что вам ближе, вот, нефть ли, да, или там металлопромышленный, может быть. Вась, давай с тебя начнем. Ну, что касается... Вот у нас просто, да, если мы говорим, да, о том, что динамика... Что касается нефти краткосрочных бренде, там явно технический разворот, но цель, наверное, 116, может быть, в худшем случае 113, то есть не похоже на то, что сильно ниже пойдет нефть. Я, опять же, говорил о том, что позиции спекулянтов на очень высоких уровнях, длинные позиции. Запасы нефти, хотя на этой неделе вроде бы там чуть-чуть сократились, но реально тоже на очень высоких уровнях в США. С другой стороны, восстановление экономики, темпы роста мировой экономики, которые прогнозируются, даже при том, что там МВФ чуть-чуть понизил прогнозы, но порядка там 3,4-3,5 процента. Ну, это говорит о том, что долгосрочно, ну, опять же, восстановление в США, восстановление в Китае, все это говорит о том, что долгосрочно цель может быть на конец года, там, даже выше 120, в принципе. То есть, так, краткосрочная коррекция, долгосрочно, в принципе, мы в медленном растущем тренере. Ты как на нефть смотришь? Значит, немножко у меня в голове шурум-бурум, потому что на прошлой неделе ОПЕК повысил прогноз, значит, потребление нефти на этой неделе Международное энергетическое агентство немножко понизило прогноз. Ну, тут есть момент, они при этом все равно у Международного энергетического агента, у агентства выше прогноза по потреблению, чем у ОПЕК. ОПЕК все время отстает. Да, еще мы легнули Китай, что, типа, сомневаемся в темпах. Вот, но это ладно, я думаю, что так... Подожди, а кто легнул Китай? Вы? Нет, Международный агентство. А, Международный, я думал, может быть. Типа, темпы восстановления там такие. Ну, ладно, неважно, я просто вижу, на самом деле, я не знаю, что будет с нефтью. Я просто вижу, что там, где отметка есть, 114, где-то доллара за баррель, если пробьем вниз, то, может быть, говорится о какой-то серьезной коррекции. Не пробьем, как бы, вот так, гадать бесполезно, по-моему. Не, ну, не гадаем, в любом случае, ты же специалист в техническом анализе, прежде всего, да, у тебя там есть аргументы в этом случае. Ну, и Китаю, это два слова, вот ты сам смотришь, как, по поводу темпов роста его. Во многом ведь, да, от него будет зависеть, как мы 13-й год-то проживем. Ну, в прошлом году, когда все говорили, что идет ВВП ниже 7,5, я говорил, что не уйдет до 7,5, вот, ну, мне кажется, будет хорошая выходить статистика по Китаю, на самом деле. Ну, я, собственно, и говорил, как она выходит, по-моему, последние три квартала, вот так хорошая, так и будет. Вась, ты как на Китай смотришь? Что касается Китая, похоже, что там восстановление достаточно долгосрочное, понятно, что Китай-Америка очень взаимосвязанная, если я верю в то, что идет восстановление в Америке, Америка тянет Китай за собой в любом случае. Плюс есть надежда на то, что новое правительство, новая власть китайская, новое поколение политиков будут ориентироваться на развитие внутреннего спроса. Развитие внутреннего спроса означает, в том числе, рост цен на нефть однозначно для России очень позитивный. Вот по России хотел спросить тоже, да, можно? Вот вы сказали, что в Америке мы находимся на уровне 2005 года. У меня как бы в Америке не живо. Я помню, в 2005 году, в 2006, я катался как сыр в масле, как представитель брокера. Вообще, что это означает для нашего фонда рынка? Мы сейчас на каком уровне находимся? Вот не Америка, а мы. Я говорил не о фондовом рынке, который находится на уровне. Я говорил о том, что уверенность инвесторов постепенно приходит на уровень 2005 года. Если она туда пришла, то обычно означает достаточно длительный растущий тренд, скажем, года на два, как было в 2005-2007. Почему? При этом просто так уверенность инвесторов до такого уровня не доходит. Это говорит о том, что действительно очень устойчивое восстановление в Америке начинается. То есть шансы нашему рынку подрасти? Шансы нашему рынку есть, но наш рынок будет отставать просто потому, что будет отставать Европа, а мы достаточно сильно зависимы. 60% этого вороборота – это Европа у нас. Значит, мы немножко с лагом один год, как я понял. Ну, около того. Ты ностальгируешь по пятому году, потому что тогда катался, как сыр в масле. Сколько я денег купил, сколько вещей купил тогда. Сейчас они… Будем копить денежки. Сейчас уже изнашивается. Да, да. Теперь я понимаю, почему ты Василию этот вопрос задаешь. Это нормально. Так, вопрос есть такой. Откуда покупать Роснефть? Почему-то так именно, покупать. Может, ее не надо покупать? Откуда покупать Роснефть? Сегодня она, да, сегодня она, кстати, корректируется тоже и 255 сейчас стоит с небольшим бумага. Откуда покупать? Ну, вообще, надо ее покупать Роснефть? По памяти вспоминается уровень 240-242. Ну, просто по памяти, да? Вот, наверное, надо оттуда начать. Вообще, вот пока этот Амикс Сойл индекс нефтяной, ну, вот, американский, не начал корректироваться, вот, я думаю, так, надо дождаться коррекции на развивающихся рынках. Вот то, что вышли хорошие данные по безработице в США, это немножко сдержало коррекцию. Когда она пойдет, вот, да, надо покупать. Сейчас-то что покупать? Сейчас надо пока выдержаться еще, да? Ты как думаешь? Ну, да, нужно дождаться коррекции, но что касается долгосрочной Роснефть, надо покупать. Надо покупать, да? Роснефть, это теперь наша замена Газпрома. Наша все. То есть, я вполне не удивлюсь, если через два года будут разговоры о том, что Роснефть будет стоить триллион долларов. Когда-то были разговоры о Газпроме. Прямо-то все кончилось. Ну, это уже другой вопрос. Разговорами это и кончилось. Это нормально. Ну, в любом случае, да, вот видите, как минимум в данной бумаге вы сошлись во мнении, что Роснефть надо покупать. Надо покупать. Ну, действительно, может быть, дождаться более глубокой коррекции. И уж если, так сказать, вспоминать недавнюю перспективу, то вот такой диапазончик, да, все-таки она в нем стоит 255-200, сколько там, 75, по-моему, было сверху. Вот она продолжает пока, да, за пределы не выходит. Хорошо, 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 хорошо. Значит, тогда еще давайте один вопрос по поводу, по поводу, что у нас тут есть. Вот, кстати, по поводу аэрофлота. Сегодня он три с лишним процента прибавляет. Нет никаких мыслей, Андрюш, что там случилось с ним? Никаких. Просто так? Кроме того, что поставил на прикол три Суперджета, четыре, да, я не... Ну, это вряд ли, да, это так обрадовало инвесторов, что они начали активно... А, между прочим, он не пострадал. Деньги-то ему компенсируют за простой. А, а, а. Нет худа без добра, что называется, да, это вещь позитивная. А так-то они простаивают, ну, простой, да, а так-то им денежки пока... Ну, да, ну, да. Ладно, значит, у нас осталось немножко времени до очередных новостей. Если не возражаете, о валютном рынке мы в следующей части поговорим. Будем отвечать на эти вопросы. Ну, и начнем, пока есть там минуточка-полторы. А что вы... Как вы смотрите на рубль, на ближайшие перспективы, Вась? Ну, против доллара США, например? Ну, скажем так, рубль, в принципе, уже достаточно дорог, относительно доллара, и в целом достаточно дорог. Если мы посмотрим, насколько реальный курс укрепился, то есть просто за счет расхождения инфляции в России и США, каков курс сейчас, достаточно дорого. Тем более, если ждем все-таки коррекцию нефти, то понятно, что рубль не может не скорректироваться. Если говорить о более долгосрочном, в долгосрочном плане, поскольку восстановление в США опережает восстановление в Европе, то ждем укрепления доллара относительно евро, соответственно, корзина, рубль относительно корзины, в общем, достаточно стабильная величина, но относительно доллара, скорее всего, будет ослабевать до конца года. Это не будет очень существенной девальвация, просто небольшое снижение. Я понял. Андрей? Да-да-да, мы так по-другому согласовали. То есть ты, да, целиком и полностью присоединяешься. Да, мы передачу согласовали. Кто что говорит по валютному рынку. Ну ладно, вы уж так-то совсем согласовали. Сейчас еще головой кивать будете друг другу в ответ, дальше за радиоэфир такой произойдет. Ладно, ну и она на валютный рынок, поскольку есть еще время у нас до новостей. Давайте, что с евро-долларом? С евро-долларом это сейчас ключевой момент, наверное. А нет, видите, пошел сигнал. Значит, сейчас мы слушаем новости, а на этот вопрос отвечаем уже после новостей. Ну что ж, последняя часть эфира, сухой остаток на Финам ФМ. Кстати, напомню, мы подводим финансовые итоги недели, а к итогу не было ни слова сегодня, я от вас не слышал. Я сказал, что ритейл и банки были лучше рынка. Были лучше рынка. И мы на этом заработали, ты не добавил просто. Напомню, друзья, значит, сегодня в студии Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу целей Capital Management, и Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инвестиционной компании Velis Capital. Значит, продолжим наш разговор о валютном рынке. Мне очень интересно, как вы видите вообще события в ближайшей, а может быть и отдаленной перспективе. Ну, о валютных войнах не надо уже говорить, хотя можете и упомянуть. Ну, евро-доллар, Вася, давай. Ну, собственно говоря, что мы видели в начале года? ЕЦБ принял решение не снижать ставку. Несмотря на то, что за несколько месяцев до этого фактически Драги обещал, что решение будет принято по понижению ставки. В принципе, при том, что в среднем аналитики не прогнозировали, уже ближе к самому событию, не прогнозировали снижение ставки, но спекулянты делали ставку на то, что это вполне вероятно. Понятно, что после этого неизбежно было некоторое укрепление евро. Тем не менее... То есть после того, как не снизили ставку, да? Да, после того, как не снизили ставку, евро отскочил. Но очевидно, что в долгосрочной перспективе восстановление в США опережает европейское. Все-таки очевидно, что благом для европейцев было бы смягчение монетарной политики. Другое дело, непонятно, готовы ли они на это пойти или немцы все-таки продавят всех остальных и все останется как есть. Ну, тем самым они еще ухудшат свою собственную ситуацию в экономике. Но так или иначе, разница ставок постепенно будет в пользу США. То есть в США, вероятно, ставки начнут расти раньше. В принципе, мы это можем увидеть уже к концу 2013 года. Я не имею в виду, что ФРС поднимет базовую ставку. Я имею в виду, что будут расти ставки по облигациям. Это плюс, опять же, мы видим уверенность инвесторов именно в экономике США, соответственно, переток денег в США. Ну и рост спроса на доллар просто неизбежен. В общем-то, в такой ситуации наиболее вероятный сценарий – это укрепление доллара относительно евро и к концу 2013 года. И возможно, что это будет достаточно долгосрочный тренд. Сложно сейчас сказать, с какого момента это начнется однозначно и где вершина графика евро-доллара. То есть это 1,35 или все-таки еще есть вероятность, что будет 1,40 в какой-то момент. То есть это тоже нельзя исключать? Да, этого нельзя исключать, но долгосрочно вполне вероятно, что через 2-3 года мы придем к 1,2. То есть соотношение такое. 1,4 – это, наверное, максимум, что возможно. И 1,2 – это цель долгосрочная. Да, кстати, если долгосрочно смотреть, то, в принципе, 1,4 – 1,2 – это такой долгосрочный диапазон. И вот если на график даже посмотреть, там на неделю на весь. Вот он там туда-сюда ходит и особо не переживает, наверное. Андрей? Ну, вот, в принципе, были расчеты, которые были выкованы пару недель назад, о том, что экспорт Франции страдает при цене этой пары 1,24. А экспорт Германии… Привыше, чем 1,24. Да, вот, извините, проблема в том, что чиновники европейские, там, в частности, Кристина Лагард из МВФ, да, они занимаются позитивными словесными интервенциями. У них такая экономическая школа, что они считают, что вот эти вот позитивные интервенции, они имеют силу на экономику. А позитивные в адрес кого позитивные? Вот, они в восстановлении, там, за прочим, да. А экономические данные входят, даже локомотивы роста, там, типа Германия, да, ничего, вот последние данные, да, вчерашние, да, но вот вообще, да. То есть, это никак не совпадает, и вот, когда они, как бы, сломаются, я не знаю, да, тогда, конечно, курс евро, может быть, более, вот, но пока они, вот, как вот, все время… Так, упертые. Да, позитивно качать всех, что вот-вот мы выйдем там. Ну, что ж, в конце концов, у них профессия такая, да, они же не могут сказать, что все, ребята, все, все плохо, гипс снимают, клиент уезжает. Так, возвращаемся на отечественный рынок, все, все, что, видимо, все, что можно было, я от вас узнал. По рынку Форекс. Возвращаемся на отечественный рынок, и буквально вот там осталось пять минут, мне бы хотелось услышать от вас некие рекомендации, все же, во что сейчас-то вкладываться, ну, за исключением того, о чем мы уже говорили, да, по поводу Газпрома, соответственно, Сбербанка и Роснефти. Андрей, есть какие-то рекомендации, вот реальные торговые рекомендации, которые можно сейчас было бы реализовать? Ну, во-первых, хочу сказать, вот Лукойл, который сейчас в последнее время уже стал не акцией, а не облигацией, по сути, да, но там действительно идет спрос хороших инвесторов западных. Это вот видно мне... А с чем это связано, кстати? Вот этого я сказать не могу, тут, наверное, очень много фактов. Я могу сказать. Давай, давай. Это связано с тем, что сам менеджмент активно выкупает бумаги, да? Да, конечно, естественно, это связано и с менеджментом, это и связано с переломом трендов добычи. И, в общем, уже, наверное, с середины 2012 года ясно видно, что перелом добычи уже произошел, действительно начинается рост, там, словно в течение этого года, просто за счет того, что в первой половине 2012-го было падение, во второй половине был рост, и сейчас рост продолжается добычей. Если вот в первой половине года Лукоил будет показывать все более высокие темпы роста, просто потому что более высокая добыча будет сравниваться с более низкой добычей в прошлом году, хотя бы из-за этого есть смысл покупать, плюс есть постоянные покупки руководства Лукоила, есть достаточно долгосрочное видение у компании, и, в общем-то, компания очень дешево стоит. То есть это, конечно, не Газпром, но для нефтяной российской компании Лукоил очень дешево. Нашли акцию, консенсусная акция. Да, мне очень нравится. Но нужно понимать, что это все-таки долгосрочная игра, потому что, ну, Лукоил не хай-бета компания, и надеяться на то, что там можно сделать 20% за неделю, нет. Вот, я сейчас раскидаю свой портфель, раскидаю портфель быстренько, у меня остаются там буквально, да, значит, Газпром 50%, яблоко 50%, да, вот, Лукоил 25%, да, остальное, вот, 12,5%, я бы по МРСК Холдинг и ФСК ЕС, тут мы сделали проносы, оказалось, это самая недоцененная акция, ну, по сравнению с зарубежными аналогами во своем секторе, да. Но это опять инвестиции не на один месяц, тут уже не говорю о спекуляциях, я просто даю свой портфель. Что касается спекуляций и, может быть, даже инвестиций, достаточно интересная ситуация сейчас в Нурникеле, где резкое падение на новостях, во-первых, о росте инвестпрограммы и на новостях о том, что, возможно, будут покупать у Даканской инвестпрограммы. Второй день, да, он так проседает. Но почему все падает? Потому что инвесторы начали закупать Нурникель в надежде на то, что будут высокие дивиденды в ближайшие годы, а тут вдруг оказалось, что это под угрозой, вроде бы под угрозой. Но если мы посмотрим на баланс Нурникеля, то, в общем-то, тоже удаканское месторождение, куда предполагается 8 миллиардов вложить, его Нурникель вполне может разрабатывать полностью на заемные деньги, и при этом у него отношение долга кибида выше двух даже не поднимется. То есть впечатление такое, что страхи неоправданы. А вот падение, ну, то, что началось, да, со вчерашнего, по-моему, дня, с удаканом это связано? Скорее с удаканом, да. Там, конечно, еще проект по очистке сиры тоже на 2 миллиарда, но все-таки это не настолько влиятельно. Я смотрел на динамику там Рео Тента, западных компаний, да, на локтинговых секторах, они тоже были не супер-супер, вот. Я думаю, ты оттуда тоже можешь ветернуть. Ясно, давай. А так, в принципе, ну вот, судя по озвученному портфелю коллегой, дивидендные бумаги, по большому-то счету, ну, можно обратить внимание, например, на, не знаю, там, Нижнекамск, Нефтехимы с второго эшелона. Очень интересная бумага, просто потому что, особенно префы, хотя там уже практически сравнялась доходность по префам и по обычке дивидендные, то есть буквально на днях были новости, озвученные руководством по поводу прибыли, то есть это еще пока не МСФО, даже не отчетность, но понятно, что дивиденды вырастут в этом году процентов на 20. Какой потенциал рост-то примерно? Ну, смотрите, дивиденды в прошлом году были 2,36, на 20% они вырастут. У меня глазки загорелись уже, я хочу деньги. Ты во второй эшелон-то не особо смотришь. На 20% они вырастут, при этом префы, цена где-то в районе 27. То есть дивидендная доходность процентов 12 сейчас. При этом, да, там есть риск, связанный с тем, что этиленовый комплекс будут они сейчас строить, это большие инвестиционные расходы, но скорее всего на дивиденды это не повлияет, потому что, опять же, соотношение долга к EBD достаточно маленькое, денежные потоки очень устойчивы, а после ввода этого комплекса компания будет просто в шоколаде. Мы не сможем встретить стрелочки. Значит, я понял правильно, да, в этом году у нас не рыба, не мясо рынок, да, а в следующем году пойдет уже подъем с Европы. Следующий, в четвертый, в четвернадцатый? Да, правильно. Ну, вполне реально, что подъем начнется даже раньше. Я рук ввожу, 2005 год, а сколько вещей куплю. Просто почему начнется раньше, потому что, в конце концов, фондовый рынок опережающий индикатор для экономики. То есть, если мы верим в то, что действительно европейцы не похоронят свою экономику, в 2014-м будет рост, то будет рост фондового рынка раньше. Так, ну, по бумагам. Примерно так. А я думаю, будет 1120 вообще по индексу МВБ. Но в этом вам, наверное, ничего не говорит, вы только рассказали, что 1509, да, закрыто. Да, да. Вот, а дальше, в первом квартале, вот это уже Катис Круза, да, а дальше вот что будет, мне просто покрыто тайно... 1120. Ну, покрыто тайно, я не знаю, что дальше. Мне кажется, что в ближайшие два месяца мы можем видеть цены выше. Ну, то есть, процентов 25 падения от текущего уровня. Что, 1120 падения? Вы что, рост. Так, ну, ладно, все. От текущих уровней, наверное, в какую сторону смотреть просто. Все, друзья, давайте я буду закругляться, время уже осталось мало. Я, прежде всего, вас с удовольствием еще раз представлю, огромное вам спасибо. В гостях сегодня были Андрей Верников, заместитель генерального директора по инициационному анализу Церих Capital Management. Он покупает, кстати, Газпром по 133. И Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций индиционной компании «Велис Капитал». Мы подводили финансовые итоги недели, как сказал, собственно, Андрей, крылатая фраза, да, было что подводить. Это самое главное. Итак, успехов вам на рынке, уважаемые слушатели. Хороших выходных и до понедельника. Всего хорошего. До свидания.